Я вообще не против, я за. Вы знаете, я хочу сегодня поговорить с вами и размышлять на тем, как не падать, а выстоять и побеждать в этом мире. Очень часто, к сожалению, к нам приходит негативная информация о том, что этот брат отошел, этот служитель упал. И я сам себе, или на кем-то с вами делился, я говорил всегда, я знаю, как падать. Вы знаете, как падать? Ну, я хочу знать, как выстоять. Я не лучше этих людей. И опасность всегда остается отпасть. В Библии написано, отпасть от Бога, да? А отпасть от благодати. Если от чего-то люди падают куда-то ниже, значит благодать очень высоко, правда? Вы не можете упасть с поверхности земли. Но вы можете упасть, если вы куда-то забрались повыше. Давайте скажем, Отец Небесный, мне нужно Твое Слово. Богодухновенное. И я открыт сегодня учиться. Готов быть облеченным, исправленным, наставленным в праведности. Чтобы быть Твоим Божьим, совершенным человеком. Чтобы быть Твоим Божьим, совершенным человеком. Ко всякому доброму делу приготовлюсь. Свидетельствовать о Тебе. Людям, которые не знают. Людям, которые не знают. Тебя лично. Аминь. Первое место Писания, к которому я хочу с вами обратиться, это послание Иакова. Первая глава. Сейчас я открою это место Писания. Оно начинается с того, сейчас скажу стих. Что Духом Святым Иаком нам сообщает. Блажен человек. Блажен. Вы понимаете слово блажен? Это счастье. Если бы мы в современном контексте сказали. Счастлив человек, который переносит искушение. Потому что был испытан. Он получит вине жизни, которую обещал Господь любящим его. Дальше контекст не очень нам нравится. В Библии написано. В искушении никто не говорил. Бог меня искушает. Потому что Бог не искушается злом. И сам не искушает никого. Но каждый человек искушается, увлекаясь, обращаясь собственной похотью. Похоть же зачалший рождает грех. Сделанный грех рождает смерть. Не обманывайтесь, братья мои возлюбленные. Всякое даяние доброе. И всякий дар совершенный. Нисходит свыше от Отца Света. У которого нет ни изменений, ни тени переменной. Восхотев, родил он нас словом истины. Чтобы мы были некоторым начаткам его создания. Итак, мы видим, как бы, две категории людей. Это верующие люди. Одни переносят искушение. В данном контексте описано, что они переносят. Это пример того, как человек переносит какую-то тяжесть с одного места на другое. Чтобы сбросить ее. Другие люди под этой тяжестью ломаются. И в Библии написано, что Бог, Он не давит на нас этой тяжестью. Это не Он. Его намерение, чтобы мы отражали Его в этот мир. Но процесс сам по себе есть. Мы с вами подвержены искушению. Мы подвержены давлению. И так или иначе, есть только два момента, которые описаны у Яхова. Или эти искушения, они ломают жизнь человека. Или человек побеждает это искушение и становится более сильным. Я думаю, что опыт побед и опыт проигрышей есть в жизни каждого из нас. Мы все с вами и побеждали, и проигрывали в данных ситуациях. Это так или нет? И я снова с вами хочу вернуться в пятую главу посланий к Римлянам. Пятая глава посланий к Римлянам, ее хорошо читать полностью. Потому что она дает полную картину той мысли, которую имеет Павел. И центральным ее местом является окончание. Вот 17 стих. Ибо если преступлением одного смерть царствовала посредством одного, смерть побеждала. Люди проигрывали в искушении. Люди падали под искушение. Здесь написано тем более. И что-то нечто несравненно большее. Тем более. Приемлющие. Дар праведности. И обилие благодати. Будут царствовать над тем, что побеждало их. Будут царствовать посредством Иисуса Христа к жизни вечной. Фактически мы видим здесь, как Бог раскрывает вот эту картину победы. Приемлющие будут царствовать. Вы знаете, если бы я сегодня взял гитару вот на месте Димы. Я не знаю, Дима здесь, в зале, или он вышел где-то. Нет. Где наше все прославление. Я понял, где наше все прославление. Они там сидят, да? У вас там громкоговоритель, наверное, да? И я попытался бы сыграть с группой прославления. Нина, ты бы не разрешила? Нина, не разрешила мне. То есть у меня бы все получилось. Я бы где-то встал вот в этом месте. Вот здесь есть какие-то кнопки. Здесь есть какая-то штучка такая. Я тоже могу вот так клацать. И даже здесь могу клацать. И здесь. И может быть двумя ногами. И даже я бы повесил на себя гитару. Но если бы я заиграл. Все бы отреагировали. Все знают, что я не умею играть на гитаре. Но Дима легко играет на гитаре. Правда? Он легко играет. Это для него не является чем-то сложным. Дима, я просто на твое место встал. И как ты думаешь? Ты мне бы доверил свою гитару вообще? Нет. Ну а хотя бы, чтобы я ее на шею себе повесил. И постоял на твоем месте. Можно. Ну только можно. А только не использовать. Дима, у меня к тебе вопрос. Скажи, сколько времени ты учился играть на этом инструменте? В течение своей жизни? Не знаю. Много. Много. То есть тебе очень сложно сказать, это где-то вся твоя жизнь. Ты знаешь, что мне не нравится играть на гитаре. И я знаю, что тебе нравится играть на гитаре. Почему так сложилось в нашей жизни? Это вопрос риторический. Дело в том, что нам нравится делать то, что мы умеем делать. Аминь. Аминь. Почему я провожу это сравнение? Для того, чтобы побеждать за каждой победой. Для того, чтобы жить, быть приемлющим дар праведности и обилие благодати. Быть человеком способным принимать, ты пройдешь тяжелый опыт. Тяжелый личный опыт. Неудачь. Прежде чем ты начнешь парить и легко жить. Вы знаете, я очень часто для Бога открывал в своей жизни двери. До тех пор, пока Бог мне не сказал, что он не входит в двери. Хотя он и стучится в них. Он входит сквозь стены. Он приходит совершенно с другого места в мою жизнь. Совершенно с неожиданного. Да, я в молитвах много рассказывал, как он должен сделать. И как я считаю нужным, чтобы он поступил. Чтобы мне помочь. И во многих молитвах я не имел уверенности, что он вообще это сделает для меня. Сегодня мы упоминали о том, что нам очень важно иметь веру. Когда мы с вами откроем Иван Леотмарк 11 главу. Там история о засохшей смоковнице описана. То Иисус обращает к своим ученикам, говорит, имейте веру Божью. Если скажете этой горе, поднимись и вернись в море, сбудется по слову твоему. И всего, чего просите в молитве, верьте этой верой Божьей и получите. Знаете, для меня это местописание было очень сложным. Я все не мог понять, как же я могу произвести веру Божью. Иди мне ее взять. Я обращался много раз к Библии. Потому что Библия, она объясняет саму себя. И я читал римлянам 10 главу 17 стих. И так вера от слышания, от слышания Слова Божьего. Но вы знаете, когда я читал эти местописания, я все пропускал через призму своего мировоззрения, через свои ощущения, через свою личность. Пока я не дочитался до того, что вера, я ее не произвожу. Я ее принимаю. Иисус мне говорит, иметь веру, в том смысле, не чтобы я ее произвел, а чтобы я ее принял. От начальника и совершителя веры Иисуса. И мне стало легче. Теперь всякий раз я говорю, Господь, дай мне эту веру. Дай мне веру решать эти вопросы. Знаете, как Бог дает веру? Он говорит, что делать. Он начинает тебе говорить, что делать. Потому что вера отражена в послушании тому, что Бог говорит. Итак, блажен муж, который переносит искушение. Кто был самым мощным в победе над сатаной на этой земле? Иисус Христос. Мы всегда можем учиться у Него. Через Священное Писание. И Дух Святой нам будет напоминать. Был ли Иисус Христос, человеком, который имел дело с благодатью? Да, Он исполнял закон. Мы не можем этого отрицать. Это есть истина. Он исполнил весь закон. Но Библия говорит, что закон был дан Богом через Моисея. Об этом пишет Иоанн. А благодать и истина произошли через Иисуса Христа. Другими словами, Он показал нам, как жить в благодати и истины. Это была демонстрация жизни благодати и истины. Я хочу вам напомнить то, о чем я с вами говорил. Я с вами в прошлое воскресенье говорил о том, как Христос побеждал в искушении. И когда Христос на сороковой день, поведенный Духом Святым в пустыню, на сороковой день залкал, то приступил к Нему искуситель и сказал, если ты сын Божий, сделай, как Матфей пишет, эти камни хлебами. Бросься вниз, ибо написано, дьявол цитирует Библию. Дьявол хорошо знает Библию. И дьявол хорошо знает, что от нас нужно удержать, чтобы мы не стали побеждающими людьми. Поэтому он говорит вот таким образом, но перед этим, перед тем, как поведенным Духом Святым в пустыню Христос был приготовлен, глаз с неба глаголящий, сей сын мой возлюбленный. Сей сын мой возлюбленный. Поверни соседу, скажи, ты сын или сестра, или сестра, ты дочь. Ты дочь возлюбленная. И она таковсела вернулся, мы все отвернулись. Вера, отслышание, вера выражена в исповедании. А теперь никому не поворачивайтесь и скажите, я сын, я дочь возлюбленной, в которой, или в котором, Божье благоволение. А не получается у некоторых. Я же вижу, как вы глаза поопускали. Какое там во мне благоволение? Ну, а Иисус Христос, войдя в пустыню, страдая, там от этой жары, от этого холода ночью, от голода, потому что, голод вы знаете, да? А вот, он кушать хотел, он помнил самое главное, я сын возлюбленный, в котором, Божье благоволение. Он был в начале служения. И он прекрасно понимал, через что ему нужно будет пройти. И вот здесь он проходит, он побеждает. Написано, Христос, исполненный Святого Духа, наполненный Словом Божьим, вошел в пустыню. А после искушения он вышел каким? Лука пишет. В силе Духа Святого. И разнеслась о нем молва по всей Галилеи. И он вошел в синагогу, и он смело говорил, Дух Господень на мне. Вы знаете, причина того, что Дух Господень был на нем, было его внутреннее убеждение. И действие Божье было связано с этим внутренним убеждением. Христос имел веру Божью от глаза Божьего. Он не имел веру Божью, потому что он Бог предвечный. Он не имел веру Божью по каким-то других причинам, потому что он жил на земле как человек. Ему никто не давал скидок. Когда он работал столяром, ему платили за работу, которую он сделал. Он ел тот же хлеб, он ходил по той же земле. Он также нуждался в одежде, в крови. Он также нуждался в здоровье. Все это нужно было ему, как любому человеку. И Бог дал ему это все. И он сохранил, и он проходил через искушение. И в конце своего служения он говорит, вот идет князь мира сего. Но во мне не имеет ничего. Поэтому я сегодня понимаю, чтобы во мне князь мира сего не имел ничего, я должен хранить себя в любви Божьей. Вы знаете, самое такое радикальное послание Нового Завета, это послание брата Иисуса Христа по матери, послание Иуды, который говорит о защите веры. Помните, он говорит, я бы хотел вам писать о благодати, во всех этих вещах, которые очень важны для нас. Но в последнее время появились наглые ругатели, поступающие по собственной похоте, это Петра уже цитирует. Но он в этом смысле. И он говорит, что эти люди, они находятся в церкви, облака и мглы, да, помните, деревья умершие, дважды умершие, облака безводные и так далее. И он говорит, а вы возлюблены, назидайте себя на святейшей вере вашей, молясь, с духом, сохраняя себя в, а не к любви Божьей. Сохраняя себя, еще скажите вместе, в любви Божьей. Храни себя в том, что ты сын возлюбленный. И ты скажешь, Бог, у меня есть и то, и то, ты выстроишь перед ним, как на шахматную доску, и там не хватит места всего того, почему он тебя не должен любить. Это все, в чем тебя дьявол убеждает. Дьявол побеждает, когда он концентрирует нас на нас, на наших делах, на наших достижениях. И даже если у тебя есть достижения, он все равно скажет, этого мало. Этого никогда не будет недостаточно. Но он никогда тебе не укажет на Бога. Всякий дух, который не от Бога, он тебе укажет на тебя. И каждый человек побеждаемый и искушаемый похотями и страстями, он замкнут на самом себе. Он замкнут на своих достижениях. И знаете, есть люди, которые настолько во тьме, и они просто говорят, у меня это есть, я это достиг, у меня есть победа, у меня есть результаты, у меня есть так много всего, что я могу выставить, как какие-то преимущества и достижения перед Богом. И Библия говорит, через пятую главу послания к римлянам, Авраам хороший человек, у него были достижения. Если он умеет похвалу, потому что он хороший человек, то он не перед Богом. Давайте вспомним с вами Авраама. Авраам был призван уже в достаточно зрелом возрасте, в преклонном. Мы уже к этому времени умираем вообще. 75 лет. Солидный возраст. Пенсионный возраст вообще. И Бог ему сказал об обетовании, и он сказал, следуй за мной. И он пошел. Он пошел. Человек из урах Алдейского. Не имея никакого библейского образования, никакого понимания, движимый тем, что он слышал. Я думаю, у него было очень много догадок и очень много сомнений. Но он разобрался в общем. И вот одна из величайших побед, когда он первый раз отделяет десятину для Мелхиседека. Помните? Бог приходит к нему, это пятнадцатого бытия. И он говорит, радуйся Авраам, награда твоя велика. Но он не огорчил Бога. Вы знаете, Бог не пришел, а он знал, что он ему скажет. И Авраам, он начинает говорить вещи, которые, ну, совершенно не являются хорошим, правильным исповеданием или правильным поведением перед Богом. Он упрекает Бога. Что ты дашь мне, Господи? У меня до сих пор нет сына. То есть, уже прошли года он ходил с Богом. Этот домочадец мой, Илья Зер, раб. Он будет моим наследником. Он говорит, нет, не будет. И написано, он ему показал звезды и сказал, так будет много наследника. То есть, это был вообще, он не спал даже, у него бессонница была. Ну, в старости так бывает. Мол, если мы спим, мы ничего не слышим. А когда мы уже с годами, мы начинаем все слышать. Все эти шумы, скрипы, вот, лифты. Не спал Авраам. Плохо ему было после победы. Над Кадарламиором и царями. И Библия говорит, и поверил Авраам Богу. Помните, там написано? И вера его уменилась в праведность. Вы знаете, Бог с нами работает на ходу. Вот представьте себе автомеханика, который ремонтирует двигатель. Он его ремонтирует, заводит, слушает, что работает, что не работает. Может опять разбирать, что-то менять, что-то поправлять. Бог нас не глушит. Он работает с нами на ходу. Он на ходу у нас меняет свищи, зажигание, поршни, скрывает крышку, клапановы и так далее. Все происходит на ходу. Он нас не глушит. Он нас завел однажды, как нового человека. И вот мы начинаем дымить, когда Бог что-то там откручивает в нас, да? Когда Он что-то переключает внутри. Когда что-то у нас заскрипело, запищало. И мы думаем, ну это уже все, я уже приехал. Когда у нас все что-то не так. Но Бог еще не закончил с тобой, между прочим. Поэтому у тебя все и не так. Может быть. Он продолжает доводить до совершенства. И знаете, Авраам в этом месте серьезно дымел. После этого был Агарь, после этого родился Измаил. Много вещей. И знаете, любой бы из нас, будучи на месте Бога, обмахнул бы на Авраама и поискал бы кого-то другого. Потому что проходит долгих 25 лет, когда Бог приходит и говорит. Авраам, я Бог, я Элохим. Я не такой, как идолы, которых ты вообще видел всегда. Ходи передо мной, будь непорочен. И что у него здесь крутое, исповедание веры. Он смеется. Он смеется, когда Бог снова говорит ему о рождении сына. Он говорит, да хоть бы Измаил был жил. Он говорит, я в курсе дела, я услышал тебя об Измаиле. Вы знаете, долгих 25 лет. И ничего не происходит. Значит, что я хочу вам сказать. 25 лет Бог работает с Авраамом, а плода полный ноль. Потому что плодом должен быть и сад. Так или нет? 25 лет без плода. Любой бы пастырь на таком христианине поставил бы крест. Но не Бог. Он не ставит никаких крестов. Он не останавливался нигде. Он просто у тебя выкрутил свечи, и ты на одном поршне. Но ты дымишь, но ты все-таки живешь. Ты все-таки приходишь в церковь. Иногда ты можешь похвалиться тем, что ты пришел в церковь, и все тебе так рады, это круто, но это не все. Надо научиться жить. Поэтому я хожу в церковь, чтобы научиться жить в теле. Жизнь в Божьей. У многих из вас большой вопрос. Я очень рад, что вы здесь, но вы должны быть частью тела. Нам вас не хватает. Это не является каким-то упреком. Я не упрекаю вас абсолютно. Но Бог вас призвал, чтобы вы функционировали. И как вам понравится, если у вас откажет нога, рука или глаз. Нам это не нравится. Мы хотим, чтобы у нас функционировало все. Поэтому я рассчитываю прожить полную жизнь. И когда мое тело износится, я его сброшу и возьму новое, которое Бог мне предложит. Чтобы прорваться. Знаете, у Бога есть парадоксы. Прорваться через самый большой кризис в моей жизни. Самое великое бытие с Богом. Как насчет вас? Настроены ли вы так? Сегодня так много христиан, которые не хотят, чтобы Иисус пришел. А почему не хотят? Внуки еще не выросли. Жизнь у меня очень хорошая вообще-то. А кто-то скажет, а я не женился еще. А я еще не вышла замуж. Вы знаете, первая проблема, где она обнаруживается, вы не стремитесь в небеса. Это очень большая проблема. В небеса нужно стремиться. Даже сказать, нужно. В небеса, если вы знаете Господа, вы стремитесь. Вот и все. Потому что у вас есть чувство внутри. И Царство Божье внутри вас. И потерянный рай возвращен внутри вас. Вы знаете, что такое рай. Но объяснить этого не можете. Поэтому мы туда стремимся. Когда мы посмотрим на апостола Павла. Одно из мест Писания. Павел говорит, мы всегда торжествуем во Христе. И благоухание, познание о нем, он нами распространяет во всяком месте. Павел говорит, мы Христово благоухание спасаемых и погибающих. Для одних запах смертоносный на смерть, для других живительный на жизнь. Он говорит, кто способен к этому? Он говорит, а мы способны к этому. Потому что мы не повреждаем Слово Божье, а проповедуем искренне, как от Бога, перед Богом, во Христе. Хотите торжествовать? Служите в Ешиэл. Но это не об этом. Аминь. Сейчас я вас остановлю. Это часть того важного, что очень нужно делать. Но смотрите, другое местописание. Павел говорит, а как он достигал этого? Девятая глава. Конец девятой главы первого послания к Алифинам. Я каждый день умираю. Свидетельствую в том совесть моя в Духе Святом. Говорит, я как на листалище бегу. Я как в рынке сражаюсь. И я бегу не то, чтобы на неверное. И не бью только, чтобы бить воздух. Но порабощаю и усмиряю тело мое. Чтобы проповедуя другим самому не остаться недостойным. Когда он пишет первое послание к Алифинам. То я не буду открывать в одной из слов. Вначале он пишет. И когда я приходил в грамм братья. Я не приходил в превосходстве, мудрости, человеческой или какого-то красноречия. Но я пришел к вам, не зная ничего, кроме Иисуса Христа распятого. А что было со мной? А внутри меня страхи. А я под давлением. Но что же я делаю? Я прорываюсь. Я переношу эти тяжести. Потому что жизнь, полнота жизни, полнота жизни человека, который царствует над грехом, связана с трудом в его жизни. Учиться жить по-новому. Петр пишет, как это происходит. Он говорит, то вы, прилагая к этому все старание, не будет само собою. Не получится само собою. Прилагая старание. Употребляя усилия. Направляя свои мысли и свою жизнь. Таким образом, как говорит Слово Божье. Одно из мест писаний. Давайте с вами откроем его. Когда я с вами говорю о благодати. Почему я о ней говорю? Потому что я ненавижу грех. Я ненавижу проклятие. Я ненавижу болезни. Я ненавижу поражение. Я ненавижу падение. Я ненавижу потери. Я ненавижу смерть всем своим естеством. Поэтому я говорю о благодати. Чтобы нам царствовать, нам надо быть людьми, приемлющими дар праведности, обилия благодати. Смотрите, все Писание Бога духовновенно. Чему оно ведет? Наставление в праведности. Наставление в праведности. На каждом этапе жизни, в каждом дне. Говорит себе, я храню себя в любви Божьей. Независимо от того, что произошло. Иначе ты проиграешь. Как только ты будешь смотреть на что-то другое. Дьявол обязательно тебя и фокусирует. Или этот мир, или люди, движенные, какими-то своими мотивами. Тебе будут фокусировать на тебе самому. Почему ты упал? Да все знают, почему мы падаем. Как с тобой могло такое произойти? Вот вы скажите, кому-то помогло такое, когда вам говорили? Как с тобою это произошло? Кому помогло? Когда я кому-то говорю, допустим, Алеву. Как с тобою могло такое произойти? То я однозначно себя ставлю выше его. С каким чувством я это говорю? С чувством превосходства над ним. Обвиняя и осуждая. Вот как легко все это делается. Потому что мы научились это делать. Нас воспитало тоталитарное, тупое, социалистическое общество. Общество дал нам идею о мифе, об утопии коммунизма. Мой отец мне говорил, папа, когда коммунизм будет, как это будет? Он говорит, сынок, ты сахар пойдешь, возьмешь бесплатно. А конфеты, папа, тоже бесплатно. А велосипеды, которых в магазине нет, тоже бесплатно. Получили мы бесплатно? Вот сегодня с болью смотрим на поколение, которое строило, будучи обманутым, этот социализм. Это счастливое общество. За 70 лет люди вообще-то пожили фактически с 70-го года до 80-го. А до этого они пролили свою кровь в двух войнах, в гражданской войне, в Великой Отечественной войне. Совершил действительно подвиг, на самом деле. И сегодня они имеют пенсию 100, 100, 200, 1500 гривен. Сегодня ни один старик не выживет без детей. То есть, как бы, вот эти вещи, они очень, очень для нас поучительные, по крайней мере, должны быть. И вот одно из местописаний. Или я ошибаюсь? Мой отец наелся в 14 лет первый раз. Это нормально или нет? Ну, все сказали, тогда это было нормально. Тогда все не доедали. Все голодали. А что делать? Ибо мы были, это послание к титулу, 3 глава, 3 стих. И мы были некогда. Несмысленны. Непокорны. Заблудшие. Были рабы похоти. Различных удовольствий. Жили в злобе и зависти. Были гнусны. Ненавидели друг друга. Есть такое в церкви? Ненавидят друг друга. Слава Богу, кто-то говорит, нет. Кто-то говорит, есть. Но по факту-то мы встречались. Смотрите. Смотрите. Вот теперь смотрите на местописание. Когда же явилась благодать и человеколюбие спасителя нашего Бога, он спас нас. Вот это доходит до всех очень тяжело. Он спас нас по делам нашей праведности. Как нет? А тебе Библии нету, дед, как ты знаешь. По делам нашей праведности, которые мы совершили, не по милости. Хорошо, раз мы знаем контекст. Он спас нас не по делам. Не по делам. Смотрите. Праведности, которые бы мы совершили. По своей милости, баню возрождения, обновления святым духом, которого излил на нас обильно через изо Христа, спасителя нашего. Чтобы, оправдавшись его благодатью, мы по упованию сделались наследниками вечной жизни. Все нормально с контекстом? А теперь этот контекст в себя надо вместить. В себя вместить. А вы, возлюбленные, сохраняйте себя в любви Божьей. Независимо от того, что произошло, как у тебя получилось. Независимо от того, как ты спотнулся и упал. Осуждение и вина еще никому не помогли. Да. Мы имеем право реагировать. Мы имеем право не соединяться с вещами, лишь с жизнями, в которых люди позорят Бога постоянно. Но мы прекрасно знаем, когда люди среди нас падают не потому, что они хотят, а потому, что они не наставлены, не имеют силы, младенцы, не научены. Когда мы с вами посмотрим на три категории людей, о которых я говорил с вами, описываем Иоанна, дети, юноши и отцы. Так или нет? То вы мне скажите, на самом деле, когда у ребенка проблемы, он идет к другим детям, он идет к подросткам, старшим себя, или он к отцам идет? Что есть у отцов? Что у них такое есть? У них есть восстановление. Они могут восстановить. Как они могут восстановить? Потому что они сами прошли тяжелый опыт жизни. И они убедились, что ни обвинения, ни осуждения, ни резервации, в которые мы себя садили, ни ложь дьявола, никому из нас не помогли. Как отцы стали отцами, сохраняя себя в любви Божьей? Мы растем в благодати, а не в делах праведности, которые очень важны, и мы можем их делать. Потому что наши дела уже начинают нас проявлять. Вернемся опять же. Имейте веру Божью. Помните, да? Имейте веру Божью. Что первое, о чем Господь и говорит, как нам иметь веру Божью жить? Научитесь прощать. Вы думаете, если вы долго в церкви, вы можете прощать? Это очень большой вопрос всегда. Прощать, это значит оставлять в прошлом. И людей отпускать и обогащать отношением благодати и любви. Это очень сложно по-человечески. Но когда на самом деле то же самое отношение Бога к вам, и вы растете в этом. Вы можете это делать. Наше прощение имеет разное качество. Вот я смотрю, как у нас люди потихонечку возвращаются. Нет. Вот. Приходит человек. Я вижу, как вы встречаете людей. Мы не говорим, где ты был? Негодяй. Почему люди возвращаются в церковь? Потому что их везде осуждают, но не в церкви. Это очень сильное качество церкви. Когда мы сами знаем, что и мы были осужденными. И мы были отвергнуты. И мы ошибались. И мы оступались. Но все-таки мы выросли, научившись сохранять себя в любви Божьей. Мы научились принимать благодать. И дар праведности утверждаться на нем в каждом этапе нашей жизни. Как Павел пишет о праведности? Не буду снова говорить. Вместо писания 3 главного 1 послания к Коринфянам. Ибо никто не может заложить иного основания, кроме заложенного. Или положенного, как написано. Которого есть Иисус Христос. И каждый, кто строит на этом основании. Смотри, из чего строит. Написано, есть строительство из дерева, сена, соломы. Которое мы знаем, что будет разрушено. А есть строительство из золота, серебра и драгоценных камней. Скажите мне, основание Иисус Христос. Какие материалы там подразумеваются? Дерево, сена, солома или драгоценные камни, золото и серебро? Основание есть. Драгоценные камни. Правильно я говорю? Да, как контекст? Драгоценные камни, золото и серебро. Значит, все наше строительство жизни должно быть построено из того же, из чего построено основание. Правильно или нет? Дерево, сена и солома. Это самоправедность. Это самозацикленность. Это законничество. И так далее и тому подобное. Мы с Телинданом вспоминали одну историю. Рассказывал нам историю Саша. Вот у нас был он фамилия. Не, напомню. Музыгант Александр. Мазепа, Саша. Он говорит, ну, меня в церкви, говорит, он в баптистской, я не против баптистов абсолютно, но он рос в консервативной баптистской церкви. Рос все-таки, слава Богу. И Морис Шутник, помните он был у нас? Весь время Галина Михайловна по поводу этого человека делала замечание, что его не стоит приложать в церковь. И он рассказывал историю. Вололед он еле там по ступенечкам спустился, а уже он как бы был на замечании в церкви по поводу своего вольнодумия. Он не так смотрел на жизнь, как учили братья. Он говорит, братский совет это было... Я говорю, когда я заходил в кабинет братского совета, они все сидели в тюрьме за веру, то я заходил как в камеру, где сидели паханы. И они говорят, они мне говорят, почему у тебя вот это? Я только открываю рот, собственно, закрывай рот, то тебе позволяет сказать. Она говорит, когда-то в братский совет пришли ко мне посмотреть, сплю ли я с моей женой, и почему у нас до сих пор нет детей? Я говорю, ты их не пустил домой. И люди все равно в этом растут, потому что Бог сильнее этих вещей. Я не осуждаю, просто констатирую. Вот она говорит, будучи на замечании, там, говорит, у нас скользко так было, я спустился, и за мною по ступенькам спускается сестра, молодая из церкви, и она поскользнулась, и я ее придержал, чтобы она не упала. Поднимаю глаза, говорит, на ступеньках стоит, говорит, один из пресс-видеров церкви смотрит на меня. Я ему, говорит, с такой мольбой говорю, она бы упала. А он мне говорил, вы оба упали. Конечно же, мы можем выследить людей церкви. Мы можем, знаете, вообще можно в церкви сделать что-то наподобие инквизиции и тайной полиции. И мы очень много чего узнаем друг о друге. Что касается меня лично. На самом деле, я ничего не хочу знать, но вся информация рано или поздно стекается ко мне. И поверьте, мне иногда очень сложно с этим разобраться. Иногда эту информацию получают совершенно не за один из неожиданных мест. Когда мне говорят, а этот человек ходит в вашу церковь? Я говорю, да. И как он? Говорю, хороший брат. Э, нет. Но где же еще вырастет, братья и сестры? Где мы еще вырастем, если мы нехорошие братья? Если мы себя неправильно ведем? Нам надо черпать из основания. Нам надо черпать из Господа. От начальника и совершителя веры. Я уверен, что Господь сегодня, сидя на троне, насквозь видит каждую жизнь. И мы настолько уже привыкли, что нам иногда кажется, что Бог не видит. Помните, я с вами делился об Руде. Иуда посчитал, что Господь не знает, что он ворует. Почему Господь ничего не говорил? Но Иуда на своем бы месте, если бы узнал, что кто-то ворует, он бы просто изгнал с позора такого человека. Интересный факт. Я хочу с вами поэтому помыслить, размыслить. Воруя из ящика, и встречаясь с любовью Христа, он расценил это то, что Бог не все понимает и не во всем разбирается. На месте Бога я бы себя выгнал. И если бы что-то был на месте Иуды, Иуда бы проинспектировал, обнаружил бы и изгнал бы, их бы осталось 11. И он снова бы занял комфортное место. Или нашел бы способ. Вы знаете, о чем я говорю? Греша определенным образом, не замечая за собой, мы эти вещи замечаем в других людях и осуждаем. Это очень часто бывает. Один человек мне сказал, когда я разговаривал об отношении между людьми в церкви, один из пастырей мне сказал, ты знаешь, люди на тебя будут обижаться за то, что они делают против тебя. То, чем они против тебя грешат, они тебя еще будут в этом обвинять, значит, это является причиной того, что они против тебя грешат. Вы знаете, с этим иногда очень сложно справиться. Но я знаю, где я могу справиться. Где нужно употреблять усилия. Библия говорит, как Иисус там говорит, придите ко мне, все труждающие и обремененные. Он вообще не говорит о какой-то категории людей. Например, бы он сказал, придите ко мне все, кто никогда не убивал, а все, кто убивал, ко мне не приходите. Или бы сказал, придите ко мне только те, кто в хороших отношениях, в супружестве, или кто послушные дети. Он вообще не ставит никакого условия, правда? Что он говорит? Я вас успокою. А дальше он говорит, о нашем участии в благодати. Мы можем научиться от него. Как написано, что зрелым, у них есть навык, чувствами приученный к развлечению добра и зла. Мы можем научиться от него вырасти и разобраться, что нам полезно и что полезно людям от нас. Что созидает, а не разрушает. Как жить, не угасив курящего льна и соломины не наперет ломить. Как стать церковью, в которой пойдут люди толпой, потому что здесь будет то, чего нет в мире. Почему люди не идут в церковь, потому что в ней то же самое, только спрятано под религией, что и в мире. Плодоношение наступит однажды, братья и сестры. Может мы дымим, как Авраам. Может быть 25 лет нет никакого результата. Может быть. Но Бог не отворачивается. Он знает свое слово. Он верен своему слову. Он верен нам. И он сказал, я завершу то, что я начал. Я тебе гарантирую, что ты воскреснешь. Истинно, истинно говорю тебе, что верующий в меня уже имеет жизнь вечной. Когда я с людьми говорю на улице о принятии жизни вечной, я с ними говорю. Смотрите на глаголы. Верующий имеет. Верующий имеет. Теперь глаголы. Из 17 главы 5 кримина. Приемлющие царствуют. Вы здесь? А неприемлющие не царствуют. А проигрывают. Греху. И всем последствиям греха. Приемлющие. Дар праведности. Обилие благодати. Царствуют. Послушайте, для всех нас написано. Так давайте царствовать. Давайте принимать. Давайте действительно просить Господа, чтобы Он нас учил. Осознанно. Мы хотим этого. Что нам полезно и что не полезно. Потому что когда мы что-то неполезное в свою жизнь принимаем, то мы выдадим. Но когда мы принимаем то, что Бог имеет для нас, мы начинаем расти и побеждать то, что нас побеждало. Сегодня Наташа, она хорошо говорила. Она говорила, что проблемы разные. Но источником проблем тоже один источник проблем. Ведь грех. И путь исцеления один. Какой? Любовь Божья. Ни упреки. Ни длинный указательный палец. На скрипке надо играть. У меня усы, но уже длиннее пальца, чем меня. А именно это. Верующий имеет. Приемлющий царствует. И вот здесь нам становится интересно употреблять усилия, потому что мы видим результаты. Почему мы не видим результаты не туда направленных? Библия истинна. Слово Божье живое. Поэтому, когда мы начинаем правильно понимать и употреблять усилия, мы освобождаемся от гнета, осуждения дьявола, от вины. Мы начинаем побеждать. Иногда так сильно переживаем по поводу каких-то грехов, сами ни с чем не можем справиться. Вот я хочу вам сказать. Есть у вас в жизни неприятности? Ну, есть. Кто в них виноват? Первый, кто виноват? Президент. С парламентом. Выйдите на улицу, повредите с людьми. Вы ждете хорошего президента? Правильно делайте. Он придет с небес. Аминь. Храните себя в раю. Будьте носителями рая. А рай, царство Божье в нас, это праведность, мир и ничьё. Вы видите, как люди некоторые приходят в церковь, улыбаясь. Некоторые приходят в церковь. Они ещё жертву. Кого-то надо съесть. Кого-то надо съесть. Учитесь ловаться. Попробуйте в зеркало сначала, чтобы никто не видел. Да, мы имеем потери в этой жизни. Да, мы имеем удары. Да, мы имеем раны. Но, мои дорогие, мы ж имеем Господа, Который воскрес из мёд. И не только группа пространения должна прыгать. Обязательно он должен прыгать. Не переживайте по поводу потолка. Он надежный. Надежный. Я хочу с вами царствовать. Хочу с вами жить. Вы знаете, когда я был на вечерней молитве, вот Андрей вёл молитву, и молодёжь молилась, я видел, как дети неумело выходили, молились. Я видел, как переживала Катя с дымерки, девочка. Она так переживала, побледнела. А я внутри смотрю, а в церкви что-то начало двигаться. А стали проявляться люди. А люди... Я замечаю, что раньше как было, я помню, как ещё в начале, а такие мы вот выросшие, мы так привыкли, на этих начальник зашёл, все встали. Я помню, как я заходил в церковь, и все замолкали. Сейчас, когда я прихожу в церковь, никто внимания не обращает. И мне это вообще нравится. Мне это нравится, потому что я один из вас. Потому что мы начинаем чувствовать себя свободно. Вы знаете, когда родители в хорошем отношении с детьми, и они приходят домой, дети радуются им. Да, мы идём, мы ведём себя дома, естественно. Так и в церкви должно быть. Не важно, что мир о тебе говорит, не важно, какую на тебя повесили бирку, и может быть, здесь с ней долго ходил. Не важно даже, какое ты мнение о себе имеешь. Но когда я прихожу в среду, где тебя любят, ты меняешься, ты растёшь, ты становишься похожим на этих людей. Но всё зависит от нас, если мы употребляем усилия, и мы входим в эту благодать. В другом месте постарайтесь употребить усилия, войти в покой Божий. Войдите в покой Божий. Не тревоги, не какие-то ещё вещи. В покой Божий. Бог за один день исправит все твои ошибки, всей твоей жизни. Он поднимет тебя, как в один день поднял Иосифа. Знаете, я с вами говорил, Иосифа, знаете, его жизнь похожа, его как будто закрывали шкатулка за шкатулкой, знаете, как эта матрёшка. Сначала братья предали, рабство, рабство на всю жизнь. Вы знаете, раб это на всю жизнь. Там не было срока, когда измаильтяне, продав его египтянам, сказали, через пять лет отпустим. Нет. Потом жена Пагифара закрыла его в темнице. Как надолго пожизненно. Самое тяжёлое, это пожизненное заключение, не смертная казнь. Всю жизнь в тюрьме. В один день Бог стёр всё. Иосиф стал благословением как для Египта, так и для своей семьи. потому что он жил тем, что получил от своего отца. Чем жил Иосиф? Любовью. Иаков его крепко любил. И когда папа не стал рядом, Бог был с ним. Папа был рядом. Богу не важны твои ошибки. поверь, поверь, нет. Богу важно быть с тобой рядом. Помолимся. Отец небесный, мы тебя благодарим. Пусть Твоё слово, оно живёт в наших сердцах. Мы хотим, на самом деле, быть очень с тобой близкими, чтобы эта дистанция ушла. Скажите, я хочу удалить дистанцию. Я хочу удалить условности. И сегодня я верю, что тебе важно быть со мной. А мне важно быть с тобой. Давайте просто побудем тиши. Не важно, сколько коробочек закрылось. Слышите меня? Не важно, сколько дверей захлопнули перед вами. Не важно, сколько людей вас не любят. Не важно, кому вы нравитесь или нет. Пусть для вас это станет неважным. Пусть важным станет, а главное, принимать близость Бога. И вы знаете, что это точно Он. Что Он не человек. Библия написала, богатый милостью, богатый благодатью. Он хочет, чтобы ты вырос и стал богатым милостью и богатой благодатью. Аминь. Пусть Бог нас славит. Всех нас. Аминь. 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 Богатый милостью, нежел спасибо,